Позвольте представить свою точку зрения на лечение ольгометтестатического рака. Как предложил Илья Валерьевич, я буду защищать позицию лекарственной терапии. Что вообще такое ольгометтестатическая болезнь? Вообще, ну просто для справки. То, что у нас на сегодняшний день мы имеем. Это 5 имений очагов, которые мы можем найти при диагностике. Какой вообще вариант может быть ольгометтестатическая болезнь? По большому счёту это может быть синхронный метастатический рак почки. То есть, так называемый, как то, что мы говорили про представительную железу, так называемая дно, выявленная опухоль почки и до 5 метастазов. Это будет, если применительно к ольгометтестатической болезни, это будет синхронный метастатический рак с ольгометтестатическим поражением. Это, соответственно, метахронный метастатический рак почки, когда мы выполнили хирургическое лечение первичного очага И впоследствии пациент спрогрессировал. Появились метастазы. Опять же, из примитивного глиго метастатического до не более 5 метастазов. Ну и вариант ольгопрогрессирования тоже в какой-то степени можно рассматривать, с одной стороны, как ольгопрогрессирование. С другой стороны, мы понимаем, что ольгопрогрессирование – это всё-таки больное распространённым почерплячным раком, когда есть множественные метастазы, и происходит какой-то рост или увеличение отдельных очагов небольшого количества. Это ольгопрогрессирование. Все-таки в контексте данного сообщения я предлагаю олигопрогрессирование не рассматривать, а мы остановимся на двух факторах – это синдромные, метахронные, метастатические рак прочки с олигометастатическим поражением. Соответственно, вы все прекрасно знаете рекомендации, которые есть на сегодняшний день, и вы видите, что мы живем в эру иммуно-таргетной терапии, когда режимом предпочтения являются комбинации либо иммуно-онкологических препаратов, либо иммуно-таргетные комбинации, которые продемонстрировали свою эффективность и, соответственно, попали в режим предпочтения. Если вспомнить историю и сказать о том, что метастазоктомия, как лечение солитарных метастатических очагов, либо единичных, то есть то, что относится к олигометастатическим болезням, оно, в общем-то, развивалось в основном в эру иммуно-терапии. В тот момент, когда мы назначали энтероферон, энтралекина, когда Илья Валерьевич был молодой и занимался своей диссертацией, вот тогда, собственно говоря, когда лечить по большому счету было нечем, вот тогда, собственно говоря, и развивалась эта тенденция, когда в отсутствии эффективной лекарственной терапии можно и нужно, наверное, было выполнять удаление вот этих очагов, что позволяло продлить жизнь этим пациентам. Я повторяюсь, потому что эффективного лекарственного лечения на тот момент не было. Но на сегодняшний день оно есть. И результаты, ну, вот такая условная таблица. Обратите внимание тут на несколько моментов, которые хотелось бы обратить внимание. Ну, во-первых, это все комбинации, которые на сегодняшний день зарегистрированы для лечения рака почки. Во-вторых, полная регрессия. Полная регрессия калибрится от 11 до 18% в зависимости от используемой схемы и от клинического исследования, в которых они были зарегистрированы. То есть, грубо говоря, каждый пятый больной мы достигаем полной регрессии. Более того, частота объективного ответа достигает практически более 50%. А мы знаем, что те пациенты, кто достиг либо полной регрессии, либо частичной регрессии, в последующем будут иметь длительный, хороший длительный ответ. Они долго не будут прогрессировать и будут жить с этим объективным ответом. Еще один момент. Нефрактомия по результатам этих исследований выполнена, но порядка 70-80% случаев. То есть, в этих исследованиях удалялся первичный очаг. Но на сегодняшний день мы по большому счету не знаем вообще, если говорить о синхронном метастатическом раке, мы не знаем вообще, нужно выполнять нефрактомию на первом этапе, когда мы ставим диагноз, или не нужно. У нас есть данные по, опять же, ВРУ иммунотерапии, у нас есть данные ВРУ таргетной терапии, но у нас нет абсолютно никаких данных ВРУ иммунотерапии, когда современная схема лечения есть. И, собственно говоря, вот мы ждем исследования ПРО, результаты будут где-нибудь там в 27-м, ну, ожидаются в 27-м году, когда на первом этапе именно начинают с лекарственного лечения, не с хирургии, а с лекарственного лечения. Когда, если те пациенты, кто отвечает, достигает частичной регрессии или стабилизации, тогда им только удаляют первичный очаг. И, собственно говоря, потом уже возобновляют лекарственную терапию. Или не удаляют вообще первичный очаг, а поставляют на лекарственной терапии. И вот когда-нибудь мы получим эти данные, но пока на данный момент у нас нет убедительных данных, что нужно выполнять паллиативную нефрактомию. Другое исследование, ЦИТОКИК, там изучается эффективность неодиуантной, так называемой, ну, понятно, что не неодиуантная, но как бы как вариант переоперационная терапия КАБА-НИВА с последующей циторедуктивной нефрактомией и возобновлением терапии. И основная задача – оценка полчасаты полных регрессий. То есть, опять же, мы не знаем, нужно выполнять, как мы получим, какие результаты, если никогда мы будем проводить вот эту иммуно-таргетную терапию. Я взял вот такую табличку у авторов, которые публиковали данные по поводу стереотоксической лучевой терапии в отношении олигометастатических очагов. И я немножко ее подкорректировал под себя, но, безусловно, источник он перед вами. Если мы говорим, опять же, про синхронный метастатический рак почки и олигометастатические болезни, во-первых, мы понимаем, что при синхронном раке высокий риск скрытых метастазов. Даже в том случае, когда у нас есть такая шкала прогноза, как АМДС, и мы говорим, что там 1-2 или фактора неблагоприятного прогноза. Но, тем не менее, наличие мы не знаем. У нас нет никаких маркеров на сегодняшний день, которые бы нам сказали, как будет развиваться это заболевание. Более того, сейчас мы прослушали великолепный доклад, современные, в общем-то, классификацию болезней. Говорим о том, что сейчас очень много детерминированных, генетически детерминированных заболеваний. Как они будут себя вести в последующем, в том случае, если мы выявили, повторюсь, опухоль почки с метастазами. Мы не знаем, кого мы там будем из них подвергать метастазоктомии или стереотоксической лучевой терапии. Боюсь, что все эти попытки провалятся, что многие больные спрогрессируют, и ту задачу, которую мы ставим, мы не достигнем. Поэтому у этих пациентов с синхронным метастазическим раком почки, даже с небольшим количеством неблагоприятных факторов, нужно начинать с системной терапии, на мой взгляд, ну и, в общем-то, на взгляд авторов. Синхронный метастазический рак почки, когда есть 3 и более факторов прогноза, это пациенты неблагоприятным прогнозом. У них невысокая медиана, собственно говоря, выживаемости без прогрессирования. Более того, если есть четвертая градация степень дифференцировки, либо наличия сахоматоидного компонента, мы тоже прекрасно понимаем, что крайне высокий риск микрометастазов, скрытых метастазов, и ожидается быстрая прогрессия этой болезни. Также, безусловно, у этих пациентов надо начинать с системной терапии. Метахронный метастатический рак почки. Да, если мы удалили почку или выполнили резекцию когда-то, и прошло более 12 месяцев, и вдруг появились метастазы. Можно надеяться на такое, на индолентное, благоприятное течение этих пациентов. Но, во-первых, опять же, это не факт. Мы все знаем, что даже эти больные, которые прогрессируют через год, могут развиваться достаточно бурно и быстро. И опять же, нет никаких маркеров. И в то же время, когда появились какие-то мелкие очаги, небольшие, небольшое количество, с одной стороны, пожилых пациентов вообще можно наблюдать. На первом месте я бы поставил даже не системную терапию, может быть, не метастазы к томии, а активное наблюдение, может быть, понаблюдать этих пациентов. И исследование Брайана Рини, Илья Валерьевич его, я думаю, прекрасно знает, которое демонстрировало, что этих пациентов можно наблюдать, оставить по наблюдениям. Если, собственно говоря, эти метастазы не развиваются, то, опять же, и не нужно начинать их лечить, не выполнять им ни нагрузочную метастазы к томию, ни лучевую терапию, и тем более системную терапию. А в случае прогрессии тогда уже, в общем-то, перейти к системной терапии. Может быть, ряд больных метахронным, метастатическим раком фочки будут иметь целесообразно выполнить им какую-то метастазно-направленную терапию при олигометастатическом поражении. Вы здесь выделил факторы прогноза, благоприятного прогноза, или, ну, скажем так, те факторы, которые влияют на прогноз при планировании какого-то локального лечения, метастазно-направленной терапии. Как я уже сказал, синхронный характер поражения – это неблагоприятный фактор прогноза. Интервал после нефрактомии, безусловно, имеет значение. Чем дольше и больше время с момента выполнения хирургического лечения до появления метастатической болезни, тем, безусловно, эти пациенты имеют более благоприятный прогноз. Статус активности. Мы, безусловно, будем, прежде чем планировать метастазоктомию, будем оценивать, какой статус активности, и если статус активности там 1, 2 и выше, будем с сомнением относиться к этому варианту лечения. Только в основном будем брать на эту терапию, на эту хирургию только пациентов с статус активности и КОК 0. Локализация метастазических очков – крайне важный, на мой взгляд, параметр. Ну, вообще, по литературе считается, что наилучшие результаты в плане метастазоктомии достигают те пациенты, которым удаляют метастазы из щитовидной железы, из поджелудочной железы, надпочечник. Но, как оказывается, опять же, существует в тех же литературных данных, локализация, эта локализация говорит нам о том, что солитарных метастазов в поджелудочной железу, как правило, не бывает, как и, собственно говоря, в надпочечнике. То есть, когда мы планируем операцию на надпочечнике и предполагаем, что это солитарный очаг, мы должны понимать, что наверняка есть другие очаги, которые, опять же, в отсутствии маркеров, мы не можем сказать, когда они начнут, дадут нам рост. А вот если начать этим пациентам системную терапию, убедиться, что хороший ответ, и вот в этом случае можно потом подумать о локальном лечении. И это, на мой взгляд, будет более эффективно. Количество локализации метастазических очагов – это, безусловно, важно. Мы говорим, олигометастазическая болезнь – это 5 и меньше. Когда солитарный очаг – да, я понимаю. Убрали один очаг – очень удобно, хорошо, пациенты наблюдаем. А если 4 очага, если 5 очагов, если, более того, если локализация метастазических очагов, поражение лимфоузлов, то есть 2 локализации и более метастазических очагов. Тем более, что следующий фактор – это полное удаление метастазических очагов. Только в этом случае метастазоктомия имеет значение. Если не полностью удален какой-то метастазический очаг, как бывает, допустим, при метастазах в позвонок, или удалены не все метастазические очаги, то смысла от такой хирургии совершенно нет. Никакой пользы это не принесет. Поэтому, еще раз говорю, в большей степени мы должны рассматривать системное лечение, которое должно нам отобрать больных как для, собственно говоря, палеотивной нефрактомии, так и, может быть, подсказать, кому следует выполнить метастазоктомию, либо провести лучевую терапию, стереотоксическую лучевую терапию. Более того, у нас будет еще один фактор в надежде на получение так называемого обскопального эффекта, когда лучевая терапия позволит высвободиться каким-то антигеном, за который зацепятся, в общем-то, иммуно-онкологические препараты. Исследование КИНОЛ-564. Вы все прекрасно это знаете. И одна из групп больных в этом исследовании была те, которым выполнялась метастазоктомия. И что оказалось? По результатам, это непосредственно результаты, безрецидивная выживаемость, преимущество было тем, где проводилась терапия пембролизумаба. То есть, само по себе удаление метастазоктомии хуже, чем, если сочетать это с лекарственным лечением. И, в общем-то, результаты, отдаленные результаты этого лечения, они также нам демонстрируют, что общая выживаемость в группе применения пембролизумаба в адюантном режиме лучше, чем просто самостоятельная метастазоктомия. Я понимаю, что один клинический пример ничего не значит. Я просто продемонстрирую, что это до. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, в том числе и первичный очаг, великолепно реагирует на иммуно-таргетную терапию. Это пациент, которому назначена была иммуно-таргетная терапия. Подтвердили гистологию, начали лечение. И вот посмотрите, какие результаты после проведения лекарственной терапии. Результат великолепен. И вот в этом случае можно подумать и о хирургии, и о чем бы то ни было другого. Не буду останавливаться на исследовании Герлингера, который говорит, что о гетерогенности. Лишь скажу, по отсутствию времени, лишь скажу, что вот они теоретические преимущества лекарственной терапии АПФРОНТ на значение системной терапии. Иммуно-терапия до удаления вообще первичной опухоли метастазов может генерировать больший и лучший противоопухолевый ответ, чем тем пациентам, которым удалены частичные метастазы. Потому что больше представлен антигенный спектр в организме. И больше будет ответ на эту терапию. И если мы начинаем с системной терапии, у нас больше шансов получить лучшие результаты. Спасибо за внимание.